Фридрих Ницше, так говорил Заратустру, и у нас Букинатор, вот он Букинатор. Мне нужна твоя одежда. Почему, почему моя одежда розовая, непонятно. Дорогие друзья, меня зовут Вера, и сегодня мы обсуждаем... Бог умер, мы убили его. Прочтение о книге «Так говорил Зоратусто» Фридриха Ницше. Так сложилось, что эту книгу я читала несколько раз, когда училась в университете. И толчком к прочтению этой книги послужило то, что... Ну, вообще, в детстве я очень любила читать разные такие немножко философские книги. Ну, достаточно... Немножко. На донышке. ...простого характера. И тут однажды я так подумала, ну, все говорят, что есть какой-то Ницше, Ницше, философия. Так, стоп, а что еще проще? Это тоже слышал. Слушай, Ницше самый попсовый вообще. ...что-то в институте и решила прочитать его книгу. Хотя мне было немножко боязно, потому как прежде чем читать эту книгу, я залезла в интернет, как обычно я делаю, и немножко почитала вообще, что это, к чему это. Пора мне это читать, не хочется, не хочется. И я увидела очень странные отзывы на эту книгу какие-то, что он был сумасшедшим, что книга какая-то чуть ли не про то, что человек это... Ну, какое-то глупое, несчастное создание. Понимаете, в чем проблема Ницше? В том, что он вместо воды Елизавета пил нечто другое. В этом его проблема. ...за земли. Ну, в общем, много чего-то начиталось. Я такая подумала, ну, в общем, было у меня предубеждение к этой книге. В общем, помню, я читала эту книгу в маршрутке, ну, как бы по дороге в университет и обратно. Читала я ее достаточно долго, потому что, ну, вы понимаете, в маршрутке я ехала минут сорок, и, естественно, не все это время я читала. Но было какое-то у меня ощущение, что... Вот я начала читать книгу, и меня она захватила. Прям очень сильно, очень интересно было. Первые, наверное, страниц восемьдесят прям вот... Норм. Ну, хотя бы Никанта взяла читать. Как-то так все необычный, такой необычный язык, знаете, когда, ну, ты много читаешь, в принципе, разного, то начинаешь читать... Ну, Ницше, в принципе, хорошо пишет. В этом смысле Ницше молодец. Ребят, ну, Ярик, зачем вы тянок оскорбляете? Некоторые тянки на философском факультете, ну, шарят в различных аспектах философии лучше меня. Ну, вот, то есть, я как бы признаю их как специалистов. Ну, вот прям вот лучших, чем я. Ну, например, не знаю. Кто там у нас был? Анна Винкельман недавно у нас была. Ну, она в немецкой классической философии разбирается значительно лучше меня. Например, это я признаю и снимаю шляпу. И огромное количество вообще женщин, которые тянки, они разбираются лучше меня в разных аспектах философии. Ну, то есть, они могут философию, как минимум в историю философии. То есть, читать философию они могут так же, как и мужчины. А я назвал одну, красивую назвал. У нее интерпретация огонь. Поехали. Книгу-то такой, ох, как-то все закручено, как-то непонятно, такой язык странный. И да, в целом, ну, кто не знает вообще, что это за книга, наверное, есть такие. Все-таки я так вкратце опишу этот труд, эту книгу. Книга состоит из нескольких частей, которые были соединены уже после смерти актора. Вообще, изначально он писал эту книгу многими разными частями, как-то там выпускал каким-то образом. И... Кстати, этого я не помню. Может, она сейчас с Валей Кваси немножко путает. А я просто в биографиях не особо шарю. Хоть Ницше мне всегда и нравился. Я какие-то обрывки из его биографии помню, но... Но вот такое. Вообще, не было у него в задумке прям вот такой книги. А потом уже, когда ее стали издавать, после смерти автора, все как бы, все-все соединили в одно. И получилось вот «Так говорил Заратустра». Вот этого я не помню, кстати. Это... Потому что сам Ниша ссылается на «Так говорил Заратустра» в других своих книгах, как бы... Эсэхомо, например, там он пишет про «Так говорил Заратустра». Сейчас, друзья, простите. Эсэхомо есть у меня? Да, эсэхомо у меня есть. Я сейчас даже посмотрю, херли. То есть... Эсэхомо. Где оно? Почему я так... Так говорил Заратустра. Книга для всех и не для кого. В эсэхомо целая, в общем-то, глава про это. Ну, как бы лол. Окей. Окей, издали после его смерти, еще соединили части, но при этом... Он написал еще до смерти в другой книжке об этой. Интересно, интересная концепция. Книга философского... Ну, просто зачем пытаться рассказать какую-то биографию, если ты ее не знаешь? Я, например, плохо знаю биографию всех мыслителей. Вот как ни странно. Да, она путает с волей власти, очевидно. Ну, то есть, ну лол. Мне Заратустра не очень понравился, уж слишком много аллегорий всяких. Ну, согласен, Маркус, но это не вполне философский текст. В том смысле, что стилистика не философская и доказательности мало. А в других текстах ниша выступает как философ, скорее. И воля к власти, несмотря вот на то, что ее упрекают в подлоге, это один из самых фундаментальных трудов Фридриха Ницше. Это полноценный философский трактат. Логическое. Местами можно подсмотреть какой-то религиозный даже подтекст. Местами можно подсмотреть просто какие-то выдумки, художественную литературу. То есть, на самом деле, эта книга очень что-то среднее. Нельзя сказать, что это чисто философская книга, да? Да, философские произведения, которые я другие читала, они более, скажем так, человеческим языком написаны, без такого количества метафор. И слишком, ну не такие слишком что ли эмоциональные. Эта книга очень эмоциональная. Ее можно скорее не понять, ее можно только как-то прочувствовать что ли. Я это для себя так поняла. Но, Ярик, проблема заключается в том, что сестра не смогла бы написать такую книгу. Вот еще проблема. Это хороший философский трактат, в котором имеются переклички со всеми аспектами философии Фридриха Ницше. Так или иначе. Там объединены практически все концепты Фридриха Ницше в такой хорошей системе. Ну, ну вот как бы так. Когда я ее прочла. Это явно составлено точно из его заметок. Тут вот вообще никаких вопросов нет в том, что это сделано из его заметок. Это не она. Писала точно вот. Непосредственно волю к власти. А Ежи Сармат нам на стриме, кстати, когда у меня с ним стрим был, рассказывал куда более подробную историю. Ну, на самом деле он придерживается такого взгляда, что все. Что все. Воля к власти, по сути, продумана и прописана Ницше. И потом, да, было составлено хоть и его сестрой. Но, в принципе, по черновикам это все так и следует. То есть, ничего там придуманного особого не было. Это так рассказывает Ежи Сармат. Этот вопрос я не изучал. Он мне, в принципе, не очень интересен. И что это вообще за книга? Еще раз, да. Какая-то философская. Что, о чем она? Как и многие книги философского такого какого-то странного характера. Она, вот как на ней написана, книга для всех и не для кого. Я бы могла сказать, что эта книга обо всем и ни о чем. Вот очень сложно найти конкретные слова, о чем конкретно эта книга. Она, с одной стороны, если брать сюжет... На канале, Маркус. Где, где запись стрима с Ежи? На канале. А можете зайти ко мне в группу ВКонтакте. Там все видео сохраняются тоже. Человеке, который решил, что он философ или какой-то пророк даже. И он взял себе имя не свое, а вот Заратуштра, да, вот из мифологии там кого-то. И взял себе это имя и под этим именем ходил, перемещался по нашей планете, по нашему земному шару туда-сюда. И проповедовал свои мысли, встречаясь при этом с разными людьми, с разными ситуациями, рассказывая свое видение этого мира. Какая она позитивная. Свои видения этой жизни. Вообще очень похоже, скажите, на вот какой-то книги близкие с религиозными, да, что есть какой-то пророк. Ну, в этом фишка. Как бы. В этом весь понт. То, что это, по сути, да, часть религиозный трактат. Который, правда, направлен на критику религиозных трактатов. Как ни странно. Пророк, и он проповедует свою правду, да. Ну, эта связь очень-очень-очень условная. Я бы даже сказала, что я ее не заметила, пока я не прочитала такие рецензии на эту книгу. То есть, у меня вообще не возникало, когда я читала. Ну, потому что там сюжета как такового нет. Сюжетной является, наверное, только последняя глава. Книга какой-то параллели с хоть чем-то связанным, хоть с какой-то религией. Нет. Это я уже потом прочитала в каких-то критических статьях, что кто-то это связывает. И я подумала, да. Да, она еще этого сама не поняла. Но, друзья, понимаете, в чем проблема? То, что Заратустра там где-то что-то путешествует. Ну, этого можно не уловить, потому что вся книжка выполнена в виде, опять же, сборника афоризмов. То есть, там, да, некоторые события внезапно появляются. Но это такие микросерии, как бы, получается. Микросерии, микродиалоги, микрособытия интересные, да. Но последовательного сюжета там нет. Это какой-то... Это супер Тарантино. Это супер Тарантино без убийств, с крутыми диалогами, но вот как-то вот так вот. С стихами, с песнями. Ну, вот оно такое. То есть, понять этого, прочитать... То есть, прочитав эту книгу довольно поверхностно, и не понять этого, в принципе, наверное, можно. Правда, с точки зрения логики, есть какая-то связь. Но когда ты читаешь эту книгу, я этого не... Ну, кстати, я не согласен, что для понимания Заратустра проще иных работ, потому что все-таки это наполовину религиозный трактат, наполовину философский, наполовину художественное произведение. Тут как бы всего намешано, и поэзия тут же есть. Это интересное произведение, и оно сложное. Именно поэтому оно сложное из-за своего стилистического такого вот нагромождения массива, мощного. Не почувствовала, поэтому... Я не знаю, я вам пересказываю, вот уже как бы суммарное такое мнение. Мое же личное ощущение... А, ну да, ну все, эта книга просто про человека, который блуждает и встречается с разными людьми, и рассказывает им видение своего мира. И суть вот этого его идеи в том, что есть некий континуум между обезьяной и сверхчеловеком. И обычные люди сегодня живущие находятся где-то вот, ну вот где-то посередине, между обезьянами и сверхлюдьми. А сверхлюди, их как бы пока нет, что ли. Ну, к ним вроде как надо стремиться. И может быть, даже этот Заратуш-страк... Норм. Норм, на самом деле. Вот сейчас пересказ хороший пошел. Стремясь к сверхчеловеку, что-то типа приблизился, и может быть, он даже и стал этим сверхчеловеком, а может быть и нет. Вот такая вот, такой непонятный сюжет, да, скажите. Но, что я хочу сказать. Вот давайте теперь перейдем к моим личным впечатлениям. Очень жаль, что у меня нет этой книги в руках, потому что... Много таких шизов заказано. Раз, два. Еще два больших шиза сверху. Друзья, если кто-то хочет заказать видео подвойной, сейчас самое время. Потому что, если вы не будете заказывать видео подвойной, следующее видео на час. Еще следующее видео на полтора часа, друзья. И учтите, что я их буду комментировать еще. Это еще плюс... Еще плюс столько же где-то. Мое почтение. Но мы будем в ускорении смотреть, но все равно долго будет. Не знаю, куда я ее делаю. Так что, друзья, если у кого-то есть заказ, вы хотите, чтобы я что-то посмотрел, сейчас подвойной будет самое то. Дело, это было давно, когда я читала, наверное, лет вообще десять назад. И с того момента она мне куда-то делась... Так я не про Бояршинова. Я же сказал, один шиз, второй шиз, Васильев Попов. И великий пророк. Заратустра как раз. Да, нет, нормально. Внутри этой книги были пометки, я там что-то все подчеркивала, какие-то мысли записывала. В общем, если вдруг появится... Да забейте, Марк, забейте. Ну, ничтелки немножко вот так вот как-то вот. Он немножко вот так вот к ним относился. Это у него от Шопенгауэра, возможно, передалось. У вас интерес, чтобы я эту книгу нашла. Я могу ее попытаться где-то поискать, но конкретно сейчас у меня ее нет. Вот, если вдруг у нас пойдет с вами обсуждение, я обязательно ее постараюсь найти. И уже покажу вам, что я там подчеркнула. Но все равно у меня остались впечатления, именно эмоциональные. И осталось мое мнение, да, в этой книге. Шесть минут ни о чем, буквально там 30 секунд. Вроде бы она попыталась оформить главную идею книжки о сверхчеловеке. Окей. Вот это вот 30 секунд можно было бы оставить, как бы. Хорошие 30 секунд. Если бы эти 30 секунд занимали все вот это вот... То есть, если бы всего этого не было и 30 секунд она бы это произнесла, я бы сказал, ничего себе, какой умный нормис. Что же это за мнение, что это за впечатление? Ну, во-первых, эта книга безмерно вот... Она такая эмоциональная, что когда я ее читала, она меня заряжала вот какими-то мыслями. Какими-то мыслями вообще о предназначении, мыслями о том, что я тут делаю, зачем, почему, смысл жизни. Вот такие размышления она набивает, и причем в каком-то таком позитивном контексте. Не знаю, почему ее кто-то ругает, говорит, что автор сумасшедший. Ну, честно говоря, меня не очень волнуют вопросы, и вправду ли он был. Ну, кстати, давайте заметим, что вот она своими словами попыталась выразить жизнеутверждающую философию Фридриха Ницше, потому что в отличие от гребаного пессимиста Шопенгауэра, Фридрих Ницше не был таким уж сильным пессимистом, он, да, он подтверждал, о! Спасибо большое! Спасибо большое, Асфенмос! Сейчас посмотрим, по какой очереди. Друзья, если вы подвойной что-то присылаете, не забывайте, что это нужно подписывать. Желательно, желательно подписывать, а то Шадов не всегда будет разбираться. Шадов может их под конец-то закидать. Всем привет, всем! Подвойной! Значит, следующее видео мы будем смотреть после этой женщины. Цена апокалипсиса, Last of Us. Кстати, я не играл, к сожалению, но вроде хорошая игра. Немножко ту-ту или нет, я не знаю, я не очень увлекаюсь. Нет, серьезно, она нормально пересказала одну из основных идей книги, так говорил Заратус, это реально жизнеутверждающая философию Ницше. Это нормально, это все хорошо. Ну, то есть, действительно, у Ницше жизнеутверждающая философия, которая приводит нас к большему, как я сказал, реже Сармат. То есть, это философия жизни в прямом смысле. Как научиться жить без христианства, например? Это вполне для Ницше характерно. То есть, христианство может восприниматься здесь, как определенная замена, не знаю, ну, то есть, не замена, христианство само по себе. Есть такой вот блок между нами и чувством смерти, допустим. И оно помогает, помогает нам не думать о смерти, помогает думать, что мы обязательно спасемся. И Ницше, когда он разваливал непосредственно скрижали христианства, ему нужно было взамен. Кстати, так говорил Заратустру, он и начинает разбивать эти скрижали, да? Так вот, взамен этих скрижалей нужно предложить что-то. И Ницше предлагает жизнеутверждающую свою философию. То есть, это действительно философия, которая заряжает, которая направляет вас на успех, которая делает из вас Вайтенка, которая делает из вас вот эту прекрасную девушку. Ну, только поумнее. Желательно поумнее, чтобы вы были в итоге. Ну, чтобы приблизиться к сверхчеловеку. Но философия, она действительно у него жизнеутверждающая. Может быть, Ницше один из первых бизнес-тренеров за всю историю человечества. Учением конкретно авторского здоровья, когда я читаю какие-то книги, ну, правда, меня это вообще не интересует. Меня интересуют, какие эмоции эта книга вызывает во мне, и каким образом она меня заряжает чем-то, да? Либо позитивным, либо негативным. От этой книги идет большой заряд позитива. Для меня был заряд позитива, и она какая-то очень юморная, что ли. Я не знаю, серьезно, там очень много юмора. Может быть, это я его так воспринимаю, но мне было очень забавно читать фразы, знаете, из типа... Особенно про женщин. У него там есть такой момент, где зато встроение в какой-то момент там... Наверное, это были не шутки все-таки. Наверное, нет. Взаимоотношения с одной женщиной, и вот он из домика там спускается. Ну, короче, я не буду пересказывать, потому что это сложно, но смысл идеи, он как бы рассуждать на тему женщины, на тему вот этого института брака, на тему вообще взаимодействия с женщинами. И он так забавно какие-то фразы приводит, что... Ну, короче, простым языком говоря, я его языком не могу, естественно, сказать, но моим, если я скажу, то смысл такой, что женщины, они как бы отвлекают мужчин от чего-то более важного, что вообще женщины... Поняли, ребята? Поняли, ребята? Вот женщина отвлекает нас от чего-то более важного сейчас. Это такое отвлекающее начало в мужской жизни, и что если бы не женщины, мужчины бы вообще... Ну, блин, ну на самом деле у нее очень мало просмотров и очень мало подписчиков, на самом деле, у бедного Букинатора. Давайте лайк, давайте лайк, давайте лайк, я буду добр. Тем более 48 дизлайков псы поставили. Это, наверное, Хрюсы. Хрюсы, Васил там, не знаю, Ваган, Медоед здесь. Они поставили дизлайки бедной девушке, потому что ей понравился Заратустра. Блин, жалко, жалко, что у нее мало так просмотров, честно. Она мило рассказывает. Просто вы, ну, не знаю, создали... Бог умер, мы его убили, вот Оржатка, да. Да, действительно смешно. Что-то сверх вообще клевое, но женщина, она своей красотой, своей внешностью, своей областительностью, она постоянно, как, знаете, такой змей-искуситель летает и, ну, не дает мужчинам сосредоточиться. Ха-ха-ха. Идешь к женщине, бери плетку. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Что, пацаны, сосредотачиваемся? Давайте сосредоточимся. Попробуем сосредоточиться хотя бы, а то мы что-то это... Так, простите. Чат медленный. Говорят, чат медленный, да? Не знаю. Ладно, без разницы. На своей жизни, на своих каких-то достижениях. Ну, это все написано более, как бы, таким юморным, что ли, каким-то интересным языком, чем просто я вам сейчас рассказываю. Поэтому очень было любопытно, да. И вообще, в целом, вот эта идея сверхчеловека, она, мне кажется, тоже вполне интересной. Ну, посудите сами, да, если брать эволюцию, брать вот этот эволюционный подход, то, ну, давайте рассуждать, как бы, скажем, логически, да? Есть некие... Но у Ниши, кстати, тут интересный момент, потому что с эволюционистами у Ниши были интересные взаимоотношения. Ввиду того, что, с одной стороны, он понимал, что человек произошел от обезьяны, но, с другой стороны, он радикально критиковал дровянистов. Как ни странно. Попросите ее почитать Майнкамп. Майнкамп. Мы не поддерживаем чтение Майнкампа. Там юмора поболее. Ну да, юмора там, видимо, будет еще больше. Так, ребята, а что так долго? Почему вы Юсубжана не одобряете? Десять, девять шадов должен, что ли, одобрить? Эй, народ, где мои модераторы? Стартовые точки. Допустим, вот был большой взрыв в нашей Вселенной. Там как-то, в общем, все соединилось, соединилось. Там пропустим многие-многие тысячелетия, миллионолетия. Но смысл в том, что появились, скажем, виды, да, виды на Земле. Вот эти обезьяны, эволюция там пошла. Все-все-все. Почему мы, находясь сегодня в сегодняшней точке, зная, что мы люди, мы имеем вот за собой какую-то такую эволюционную длинную историю, почему мы не можем продлить эту длинную эволюционную историю вперед? Почему мы такие сидим сегодня и думаем, все, мы конец эволюции? Почему мы так решили, что мы конец? Сейчас бы не уничью жопа сгорела. Сейчас бы жопа сгорела у биологов-эволюционистов. А почему вы сидите, не знаю, Докинс, почему ты сидишь и думаешь, что мы все вершины эволюции? Панчин, почему ты думаешь, что мы сидим и думаешь, что мы вершины эволюции? А, ты ниши читал? Ну, просто проблема в том, что биологи так не думают обычно. И что вот все, что было там миллионы лет назад, это все только шло ради того, чтобы появились мы. Это вот антропосовская, да, какая-то теория? Антропосовская, антропосовская теория, это смешно. Да. Теория, фокусированность на человеке. Антропосовские теории, как вам, друзья? Антропогенессор, антропосовские теории, как вам? Вот от себя. Когда мы изучали философию в университете, у нас был целый такой раздел большой. Раздел антропосов. Антропососов. Антропососы, антропососизм. Антропососизм. Какого-то, что вот люди себя ставят как бы в центр, и что все-все-все, что было там до-до-до нас, это только ради того, чтобы пришли мы, появились люди, и дальше все. Это как бы конец эволюции. Почему мы так решили? Ну, наверное, когда, в общем-то, формировалась концепция антропоцентризма, люди действительно считали себя, во-первых, центром всего мира. Это из христианства вообще-то просто следует. Но то, что Адам, Ева, Адам и Ева сами, в общем-то, назначали непосредственно имена другим животным. У них душа есть, они понятны, почему они высшие, они лучше других животных. Ну, в некотором роде, получается. Но у них душа есть. Они подобны Богу, этой самой душой. Вот. Понятно, почему они высшие. И, в принципе, люди действительно чаще всего думают, что они высшие. А эволюция, про эволюционизм тогда просто не знали. Как бы. Не было его тогда. Когда эта концепция была открыта. Почему? Это же так, я не знаю, это так как-то... Ну, как-то странно, чтобы... Ну, вот, я объяснил девушке, почему. Надеюсь, она посмотрит мое видео и не будет обижаться за то, что мы смеялись на слово антропосовское. Потому что, ну, это было, наверное, не очень приятно, но смешное слово. Все вот эти вот события... Ну, потому что я с ней даже во многом согласен. Есть такие антропосовские теории. ...тебы были только ради тебя и меня. И чтобы я тут сидела и снимала для вас видео. И рассказывала про эту книгу. Ну, это как-то странно, как минимум. Мне кажется, все равно есть какое-то развитие вперед. И раз мы сегодня находимся... Дорогой к большему, да, коммунизм. В этой точке, то что-то ведь будет через тысячу лет, что-то будет через 10 тысяч лет, а что-то будет через сотни тысяч лет. Как можно взять и остановить? И сказать, все, мы уже как бы до конца развились. Мы все, мы не поменяемся. Дело еще заключается в том, что эти идеи Ницше были сформулированы, ну, вот как раз, как бы на грани, на границе. Вот это вот период, когда люди все еще не особо верили, так скажем, в теорию эволюции. Я не знаю, насколько, кстати, книга рано написана. Может быть, даже до теории эволюции она была написана. До возникновения, до ее распространения. Конечно, я имею в виду сейчас дарвиническую теорию эволюции. Ницше знал о дарвинистах, безусловно. Знал. Они, значит, были. Но когда Заратустер был написан, я уже точно не помню. Не изучал этот вопрос. И если с этой точки зрения посмотреть на эту теорию, то получается вполне логично. Есть сегодняшние мы, люди, но есть некоторые, скажем, будущие какие-то... То есть идея сверхчеловек в таком смысле... Это, правда, не эволюционная идея, скорее всего. Ну, то есть вряд ли ее можно рассматривать как эволюционную. А с обезьяной, да, Ницше это все увязывает. Но здесь сложно. Ницше не проясняет эту идею научно. Поэтому мы не можем об этом рассуждать вот так в эволюционном ключе. В этом заключается большая проблема. Потому что, в принципе, сверхчеловека мы можем найти в обществе. А позже начертают века приблизительно. Разве? Кульчер, Валшер. Тут вопрос еще в распространении. В распространении эволюционизма. Давайте посмотрим. Происхождение видов. Так, происхождение видов. Да, согласен. Вы правы. Вы абсолютно правы. Действительно. Какие фильмы посоветую? Никакие. Ну, то есть, тут еще вопрос, кульчер, вальчер. Знаете, в чем? В том, насколько эта книга была популярна. И когда она уже в значительной степени распространилась в обществе. Понятно, что дарвинисты некоторое время, в общем-то, не были у руля. Скажем так. И поэтому идеи Ницше, они в любом случае не до конца можно их рассматривать как эволюционистские, во-первых. А во-вторых, в принципе, обычный человек может стать сверхчеловеком. Тут как бы мы не стремимся эволюционировать, изменить свои гены, мутировать. Это уже ближе к современным таким представлениям. Да, Ницше вроде бы высокому дико раскритиковал тех, кто связывал идею сверхчеловека с эволюционизмом. Ну, потому что мы здесь не стремимся эволюционировать. Не знаю, кто это будут. Может быть, такие же люди, а может быть, и какие-то другие люди. Но они будут по сравнению с нами более эволюционно развиты или другими. И почему бы их не назвать сверхлюди? Ну, то есть, на самом деле, знаете, если сделать Букинатору вырезку хорошую тех тейков, которые она говорит, вот самые лучшие тейки, которые она произносит здесь, а там буквально минуты на четыре, наверное, минуты на четыре, вот столько, то получится вполне хороший ознакомительный материал. По-моему, она просчитала эту книжку лучше, чем вот тот чувак со среды. Значительно лучше. Вот она осилила Ницше, так говорил Заратустра, на несколько порядков лучше, чем вот человек, которого вы вот недавно смотрели. Вот тот чувак вообще позорен, как бы. Ниже будут. Ведь всегда говорят, что следующее поколение, оно как бы более, ну, что ли, умное, более развитое, чем предыдущее. Это нормально, что постоянно все развивалось. Не было такого, что сегодня мы пользуемся электричеством, а пройдет пять тысяч лет, все забыли, что такое электричество, и начинают заново его забреть. Это тоже абсурдно. Никогда это такого... Ну, такое может быть. Такое не должно происходить? Ну, не должно, но может. Поэтому, да, с этой точки зрения, мне сама по себе идея кажется очень новационной, очень... Ну, даже не то, что новационной, а правильной. Она, мне кажется, интересной. Да, когда я читала саму книгу, мне тоже показалось, что автор немножечко странный. Да, я не могу сказать, сумасшедший он или нет, я вообще в этом не разбираюсь, и я не знаю, какие там признаки, да, вот сумасшествия, и можно ли это понять по текстам. Ну, без понятия, но... Ну, лучше уж крутая обезьяна, чем, ну, fucking cunt. И вправду, повествование у него совершенно уникальное. Я не встречала таких книг с таким языком больше никогда и нигде. Ну, может быть, еще пару раз у каких-то, знаете, совершенно замудренных философов, что-то типа «Бытие и сознание», да, если вам знакома эта книга, то вот что-то близкое, но там все-таки более такой строгий язык и меньше метафоричности, то здесь же это просто взрыв эмоционального, я не знаю, какого-то моего интеллекта происходил, когда я читала эту книгу. Да, перескакив... Да, есть какое-то перескакивание постоянно, да, есть очень странные, очень неожиданные метафоры и очень странные и неожиданные сравнения. Но вот еще раз, если погрузиться в эту книгу и не пытаться ее логически осмыслить, то есть вот не искать, например, тоже такой пример приведу, я читаю лист, страничку, и вот я начинаю читать, так, я все понимаю, понимаю, этот человек пошел туда, он встретил этого, говорит с этим, тра-та-та, тра-та-та-та, и вот в какой-то момент я вижу предложение, в котором идет, скажем так, какое-то сравнение, я не понимаю, что с чем сравнивается, и я такая думаю, блин, я, наверное, что-то невнимательно прочитала. Я начинаю перечитывать заново страничку, у меня такое было не раз, кстати, при прочтении этой книги, и вот я еду в этой маршрутке, просто такой, я не знаю, у меня есть такие воспоминания с этим, я еду в маршрутке... Лучше бы она конкретно указывала, какие места вызвали у нее такие эмоции, может быть, мы смогли бы ей помочь, например. Из своего дома в МГУ такая сижу, тут уж ты только читаю эту книгу, подчеркиваю там, что... Блин, а что? Она в МГУ учится? Что? Что? Страничку могла перечитывать... Бля... Еще раз. Блин, я, наверное, что-то невнимательно прочитала. Я начинаю перечитывать заново страничку, у меня такое было не раз, кстати, при прочтении этой книги, и вот я еду в этой маршрутке, просто такой, я не знаю, у меня есть такие воспоминания с этим, я еду в маршрутке из своего дома в МГУ... Надеюсь, она там уборщица работала, потому что, ну... Ну, это не так уж и плохо, как могло показаться, но для МГУ что-то как-то слабовато. Я сижу тут, ух-тух-тух, читаю эту книгу, подчеркиваю там что-то. То есть она реально в МГУ учится, ребят? Ой, нет. Русского образования, конечно, да. Печалит немножко сейчас. И вот я одну страничку могла перечитывать раза четыре, потому что иногда мне казалось, что это я сумасшедшая, что я просто не понимаю, что я не могу уловить, что происходит, почему. И я поняла, что происходит. Я поняла, что происходит, что на самом деле в этой книге нельзя с точки зрения формальной логики ее рассматривать, потому как она и вправду нелогична, она и вправду где-то... По-другому хорошая шутка. Так она не с филосфака, наверное. Философский факультет МГУ. Так говорил Заратустра. Дипломированный преподаватель читает лекцию. Вот оно в МГУ. Образование в МГУ философское. Как он так? Такой Илон Маск. Вот это мощно. Она куда-то идет и потом заканчивается. Нет сравнения. Он сравнивает. А в чем прикол с канатаходцами в этой книге? Ну то, что под вами находится бездна и натянут канат между двумя пиками от человека к сверхчеловеку. Вы можете упасть и сдохнуть. А можете добраться до сверхчеловека. А не наоборот. Обезьяна это пик и сверхчеловек это пик. А человек это канат. То есть человек это путь. Быть человеком значит быть путем, по которому мы пройдем к сверхчеловеку. Вот в чем дело. Что-то непонятно что, непонятно с чем. То есть быть человеком значит быть в пути, по сути. Другой вопрос, что вы сами можете не осознавать, что вы находитесь в пути. Вы можете отказаться от этого пути и быть обычным человеком ну и просто сдохнуть. Начинает беседу непонятно иногда вообще кого и с кем. Но если не пытаться это понять логически, а просто как бы читать, как... Ну это образ, это образ, конечно же. Ну ничего прямого здесь. Вот вы смотрите картину, вы же не пытаетесь разобраться, почему вот эта вот линия здесь заканчивается, здесь она прерывается, а потом начинается заново. Вы же не будете таким, блин, этот художник был сумасшедший, потому что он между этими двумя линиями не нарисовал линию. Не, Ниша был сумасшедшим, потому что он в итоге с ума сошел. Как бы. Как бы да. Как бы поэтому его иногда называют сумасшедшим. Потому что ну вы можете додумать и у вас же мозг... Он мочупил мозг на что? Из сапога. Чтобы вы видите два... Он когда увидел, как лошадь мучает, он заплакал. Ну я понимаю, что для женщин это не критерий сумасшествия, конечно же, но довольно-таки печальная ситуация. Конец, начало, и вы можете серединку вставить, такую, которую ваш мозг вам подсказывает. Вот эта книга, она такая же, вам нужно ее читать и не... Ну то есть да, Ницше не был сумасшедшим сам по себе, как бы, но то есть когда он писал эти книги, он был вполне так у себя в своем уме и вполне так производил определенную революцию философии, но как бы Ницше называет сумасшедшим, потому что в итоге сошел с оба. Это как бы исторический факт, можно сказать. Ну и многие просто его идей совсем уж не понимают, им как бы плевать. Пытаться разглядеть все, вам нужно просто как бы отпустить ваш мозг и он вам все равно подскажет что-то, подскажет какие-то идеи, она развивает, мне кажется, воображение, развивает мышление. Ну что... Ну критика чистого разума, она сложная, она по сравнению с критикой практического разума очень сложная. В критике практического разума ну лол, ну диалектика, ну и чё, а внутри этого раздела не очень сложный текст. Это был мой отзыв на книгу «Так говорил Заратуря» при Грифа Ницше. Я с большим интересом жду ваши комментарии, поскольку я в жизни очень мало встречала людей, которые знакомы с этой книгой, которые ее прочитали, которые какой-то имеют... Вы, Букинатор, заходите к нам на стримы. ...объяснение об этой книге. Обычно это либо негативное впечатление, либо какое-то такое... Ну, прочитал. Ну, в общем, у меня не было возможности ни с кем остаться. Я бы, кстати, ей посоветовал, знаете что, более последовательно готовиться к эфирам, как-то более последовательно излагать информацию. Приветствую, Валеска, очень рад вас видеть. Самое забавное, что некоторые люди до сих пор каким-то образом связывают нацистов и Ницше. Да, волшебным образом. На самом деле, здесь есть переходная цепочка. То есть некоторые Ницшансы в итоге применяли идеи Ницше к нацизму. И поэтому, ну, можно провести определенную линию. Особенно так обсудить. Поэтому, если вы захотите оставить ваш комментарий, я буду очень рада его получить. Спасибо, ребята, за внимание, за просмотр этого видео. Не забудьте подписаться на мой канал. Очень скоро я еще сделаю видео. На самом деле, реально, если бы она более последовательно излагала информацию, было бы круче. Она просто свои эмоции рассказывает. Ну, большинству людей, которые читают книги, такая подача, в принципе, неинтересна. То есть, это не то, чтобы похоже на какой-то зрелый отзыв. Если бы она писала текст по книге, какие-то делала выписки. Вот если бы Кенатер нас смотрит, то, в принципе, она могла бы делать хороший контент. В целом, она прочитала Фридриха Ницше книгу «Так горел за Ратустра» не то, чтобы очень плохо. Если бы у него были выписки, если бы у него были какие-то вырезки из этой книги. То есть, понимаете, это человек. Человек впервые в жизни взял философскую книгу в руки. И она поняла, что там про сверхчеловека вообще-то. Что там образы есть, какие-то действия. Но действия, на самом деле, ничего особо не значит. Она поняла, она увидела двойной контекст. Она посмотрела глубже в этот текст. То есть, она молодец, она в целом молодец. Чего ей только не хватает сейчас? Чего ей не хватает сейчас? Ну, она слишком... Ну, Маркус, Маркус, Маркус. Человек впервые в жизни взял в руки философскую книгу. Вы понимаете, предыдущий автор, он чмошник. Он просто дурак, как бы, он конченый. А Букинатору еще есть на что понадеяться. Она может двигаться дальше. Она может читать другие книги, развиваться, смотреть, улучшать свои навыки чтения, в том числе, философской литературы и анализа не только философской литературы, но и литературы вообще. То есть, я, в принципе, одобряю, я одобряю Букинатора. Она молодец.